Работу Союза пенсионеров сегодня обсудили глава региона и председатель общественной организации. Каждый год для ее членов проводят десятки масштабных мероприятий. Подробности в следующем материале. Жизнь Союза пенсионеров бурлит. Став у руля общественной организации, Леонид Шимин начал активно вовлекать пожилых людей в культуру. Недавно в Чебоксарах провели региональный этап поединка хоров среди ветеранов. После того, как были подведены итоги поединка хоров, был большой галоконцерт. Это уже мероприятие проводилось под агидой Министерства культуры нашего. Организация уже больше 10 лет существует, и определенные наработки были и до меня. Это я просто говорю о том деле, которое мы в последнее время ведем. У вас опыт большой, огромный опыт. Это тоже важно. Личности пишут историю, все точки зрения. Мы рассчитываем на вас. В Союзе пенсионеров проводят и большую патриотическую работу со школьниками. Мы провели в Ядренском районе. Это был у нас расширенный круглый стол с активом нашей организации, с приглашением органов управления этого района. Мы рассмотрели вопрос патриотического воспитания молодежи на примере таких личностей, как Аркадий Павлович Айдак. Вообще, чувашские пенсионеры доказали, что готовы дать фору молодым. Недавно они завоевали целый комплект наград на Спартакиаде в городе Пенза. Глава республики отметил, что в правительстве региона инициативы Союза будут поддерживать и дальше. Какие данные сигналы, какие предложения с вашей стороны готовы всегда выслушать, соответственно, и реагировать на них, соответственно, когда есть конкретные предложения по содержательной части, на что органы власти должны среагировать. Союз пенсионеров республики был создан 18 лет назад. Сейчас общественная организация – это эффективно работающий институт, где решают проблемы и отстаивают законные права старшего поколения. Битрик Ковалев, Эрена Гавилян, Республика.